Комиссия во главе с вице-министром посетила склады, где хранится вся импортная птица из России, Украины, Беларуси и США. Оказалось, десятки тонн не соответствуют требованиям. При том, что куриное мясо составляет половину потребляемого в Казахстане – 130 тысяч тонн. Жир не менее 17 грамм на государственном языке. Также указано, неправильно указано, написано здесь, что не менее 19 грамм. То есть идет разночтимая маркировка на государственном языке и на русском языке. Маркировка на производ завода-изготовитель не соответствует стикеру. Это идет нарушение закона технического регулирования. Это значит, что потребители обманывают и закон нарушается. Специалисты не исключают, что и на весах то же самое. Проверки в других регионах страны показали, что импортная птица накачана водой. Оттого и дешевле отечественной – на 10-20%. Теперь сомнительное куриное мясо из России отправится на экспертизу. Отбирается продукция, будет проведен усиленный лабораторный контроль. Если будет выявлено нарушение технических регламентов, то вся эта продукция, с учетом остатков, которые хранятся на складе, будет подвержена уничтожению. Может быть нарушение только, допустим, по упаковке, а может и нарушение по органолептическим, по содержанию влаги, по микрологическим. В зависимости от того, какую опасность подвергается человек, потребляя этот продукт, и будет уровень штрафа. Контроль над ввозимыми продуктами, на взгляд специалистов, слабый. На складе нашлись куры, на которых полностью отсутствовала маркировка. Халява закончилась. Все. Надо говорить четко, что теперь каждый поставщик, кто будет привозить сюда в Казахстан птицелоческую продукцию, он должен знать, что будет жесткий контроль со стороны всех уполномоченных органов, как по контролю маркировки, так и по авиационным требованиям. Проверяющие из министерства взяли пробы на всех крупных рынках Алматы. Около 40 тонн птичьего мяса, завезенного неизвестно откуда, уничтожат, а производители из СНГ и США исключат из списка добросовестных поставщиков. Теперь подобные проверки будут проводиться регулярно.